Тысячи рахинджа, бежавшие из Мьянмы в Бангладеш, собрались на общую молитву в день геноцида. Ровно два года назад произошла резня в штате Раххайн, заставившая эту народность массово искать спасение за пределами страны. Обитатели лагеря беженцев в Кокс-Базаре в воскресенье поднялись на ближайшие фолмы. Они скандировали «Мы хотим домой». Затем прозвучал призыв на молитву. Более 740 тысяч рахинджа перебрались в Бангладеш после того, как в 2017 году власть Мьянмы начали против них военную операцию в ответ на нападение повстанцев на полицейские посты. Тысячи мирных жителей, по оценке ООН, стали при этом жертвами убийств и изнасилований. Военные отрицают практически все обвинения, подчеркивая, что их действия были ответом на атаку группировки «Армия спасения» Рахинджа Аракана. Мы с нашим лидером ездили в штаб-квартиру ООН в Женеве. Там мы изложили наши проблемы. От лица народа рахинджа мы подали жалобу на пытки и изнасилования со стороны жителей Мьянмы. Мы требуем справедливости. Наши последние требования – предоставить рахинджу полноценное гражданство, вернуть нам наши земли и обеспечить безопасность. Власти Бангладеш уже заявляли, что страна с трудом выдерживает наплыв беженцев. На минувшей неделе желающим предложили вернуться в Мьянму на специальных автобусах. Но, как сообщает BBC, никто так и не пришел. Рахинджа – это этнические бенгальцы-мусульмане, которым власти преимущественно буддистской Мьянмы отказывают в гражданстве. Их считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. Нередко, по данным ООН, они оказываются мишенью для нападений и пыток со стороны армии. Конфликт длится десятки лет, провоцируя постоянный поток вынужденных переселенцев в соседние страны.